Дорогой дневник. Именно так называется произведение Анны Матвеевой, по которому желающие проверяли свои знания по русскому языку. В России прошел юбилейный 20-й тотальный диктант. Написать его можно было как в онлайн формате, так и придя на одну из площадок. В набережных Челнах их было несколько. Наша съемочная группа отправилась в гимназию номер 76. «Правда или желание? Записываем заголовок. Обратите внимание на слайд». Это актер Владимир Радостев. В роли диктора он выступает впервые. Как признается мужчина, это очень волнительно. «Очень важно вдумываться. Вот сейчас моя задача как диктора – донести смысл и всего отрывка произведения и каждого предложения». Проверить свои знания по русскому языку в гимназии номер 76 решили более 50 учеников. Так, Азалия Камалеева старается не пропускать тотальные диктанты. А у Рината Разгулова напротив дебют. «Я захотел принять участие в этом диктанте, чтобы проверить свои силы. На следующий год я сдаю ЕГЭМ». «Самыми сложными словами, которые не поддаются проверки, то есть словарные слова, их про описание нужно знать наизусть». Автором «Тотального диктанта» в этом году стала писательница Анна Матвеева. Организаторы выбрали её произведение «Дорогой дневник». Поэтому и текст связан именно с ним. Автор рассуждает о нём как о литературном жанре и явлении. «Чаще всего ребята допускают ошибки в так называемой авторской пунктуации. Дело в том, что каждый из авторов «Тотального диктанта» – это прежде всего самобытный писатель. Он использует все возможности выразительности языка, в том числе и пунктуационные». Впрочем, когда один и тот же текст допускает разного рода постановку знаков пропинания, то в этом случае ошибка не засчитывается. Результаты «Тотального диктанта» станут известны в течение 10 дней. Альмира Гайнудинова, Тимур Сафронов. Новости. Набережная Челны. Новости. Новости.